В данном случае вы видите саженец с воссобствами, которые выращены из косточки, пришли как гибрид перчика и абрикоса. С виду абрикос, посадили густо, косточки теперь надо было рассаживать. Для этого что? Общепринятая огромная яма исключается. Вот этим я себе и, надеюсь, тем, кто меня слышит, читает, видит, облегчаю жизнь. Как? Значит, если свежеспаханное поле, там может тяпкой набрести вот такой бугор. Если дёрн, вот как здесь, видите, здесь мы посадили как бы впервые, то есть тут ничего не росло, но дёрн уже был многолетний, то тележкой завозится земля со стороны. Вот здесь примерно две тележки. Две тележки земли, они были высыпаны и ногами уплотнены. Почему так? Дёрн – это святое, его перекапывать нельзя никогда. То, что в всех старинных книгах, даже в современных, даже в 21 веке продолжают писать, что перекапывайте почву, рыхлите почву в саду, это должно быть исключено. Вот это пока земля со стороны, она также станет дёрном. Каждый год косить, косить, косить. Когда мы сделали эту ямку, я сделал, ямка была под размер корней. Вот сколько было корней, вот такая ямка. Это для нескольких секунд ямка делается, вставляется саженец, но никак попало. Заранее, до выкопки, на саженце мы делаем метку. Вот такую вот. Почему? Не удалось сохранить ком земли, так бывает. Даже себе пересаживал, старался. Бывает огромный ком, бывает вот таким комом пересаживал, но не повезло. Ком земли рухнул и остались голые корни. А вот эта метка была сделана заранее. Как она была, корневая шейка, корневая шейка – это граница земля-воздух, так она и должна быть граница земля-воздух. А это гарантированное здоровье. Все варианты, когда корневая шейка вдруг из-за небеса окажется выше, это болезнь, переболеет дерево, оно еще не умирает. Но когда под землей вот эта часть окажется, это верная смерть. Вопрос когда? В сырых регионах. За год, за два. Сухих может 5-10 лет. Уже дождались урожая. Радуетесь, дерево умирает. Вот эта часть под землей сгнивает. К сожалению, об этом не знает почти никто. И даже советует закапывать по прививку, выше прививки. Это все в величайшей глупости. Такое впечатление, что кто-то задался целью. Теперь, значит, второе назначение пятна заключается в том, что оно, как было до того, смотрел на юг саженец, после пересадки должен смотреть на юг. Воздейшее место. Оттуда обжигающее ветра, отсюда обжигающее солнце. И не дай бог вам на новом месте развернуть его. К сожалению, на рынке вы таких саженцев с пятнышком не найдете. Только в нашем питомнике. Вот. Ну и обрезка вы заметили. Если бы он был полностью, он где-то был вот такой. То есть от него осталось примерно одна треть. И, учитывая, что корни были повреждены, пожалуй, вот только таким образом удалось сбалансировать нарушение корней, нарушение вот этой кроны, которую пришлось сократить. Вот если вы посмотрите, как аккуратно отрезано под почку, чтобы никаких, вот видите, никаких, чтобы не было этих, как они называются, никаких столбиков или этих, нароста, высшей почки. Вот. Потом оно начинает зарастать травой. Трава не дергается, трава не перекапывается, не рыхлится, а просто косится. Приходит время, и дерн будет как везде. Вот. В этом саду ни одна травинка не вывезена, кости остаются на месте. И здесь будет так же. Долгожительство обеспечено.